Правый берег Клязьмы между старым мостом и улицей Пушкина уже никогда не будет таким, как раньше. Новая набережная – крупнейший строящийся плоскостной объект общественного притяжения в Московской области. Стройплощадка длиной более 800 метров. День за днем набережная обретает свои окончательные очертания. Масштабные земляные работы, связанные с перекладкой инженерных сетей, завершены, и началось самое интересное – формирование внешнего облика бетонного дизайнерского променада. Получается здорово. Около 200 человек сотрудников подрядной организации «Строительная компания» трудятся без выходных, чтобы в установленный срок порадовать жителей города. Обход будущего городского общественного пространства регулярно проводит глава района Алексей Валов. На набережной начали укладку тротуарной плитки красивого светло-серого цвета. А вот нижний уровень променада у воды будет деревянным – тоже интересное решение. На некоторых участках уже установлен стальной парапет. Врисовывается профиль набережной со сходами к воде, изломами вокруг растущих деревьев, полукруглыми амфитеатрами. На всем протяжении оборудовано несколько лестничных сходов – не только к мостикам через Клязьму, но и там, где тропинки были протоптаны самими жителями. Сформированы береговые откосы, уложены полимерные ячейки, на которые засыпается чернозем. Правда, газон посеют уже на следующий год. На весну перенесли еще несколько элементов, для которых сейчас уже неподобающие погодные условия. В остальном наступившие морозы строителям не мешают. Они применяют специальные тепловые установки для отогрева материалов. Я думаю, что таким темпом к концу ноября мы закончим этот объект. Я уже сны вижу, пройду набережную. Мне нравится, как здесь будет потом выглядеть все это. Это коммуникация всех элементов отдыха – парка, набережной, скайра Пушкина, дальше улицу Пушкин поем благоустраивать. Такая хорошая будет комбинация благоустройства и создание единой зоны общественного притяжения. Набережная для всех, а дом или подъезд – для его жителей. В районе продолжается реализация областных программ в области ЖКХ и благоустройства. Порядка 80 многоквартирных домов включены в программу капитального ремонта на этот год. В них проводят замену изношенных внутренних инженерных систем, ремонт фасадов и балконных плит, ремонт кровли, замену лифтов. Алексей Валов осмотрел несколько домов на улице Пушкина. Встретился с подрядчиками, с руководителем управляющей компании ДЭСЖКУ. Сделал ряд замечаний, но в целом программа, на которую каждый житель ежемесячно вносит определенную плату, себя оправдывает. Что делалось три года назад и что сейчас делается, как небо от земли. Только не снижайте качество. Снижайте. Если жители говорят, что где-то проблема, выйдите, сделайте заранее. В этом году, конечно, гораздо успешнее, чем в предыдущие годы. Эта программа выполняется. Были такие профессиональные вышли компании, с которыми есть о чем разговаривать и реагировать на все недостатки, которые мы жители указывали. Соответственно, мы когда принимаем. Два года в Московской области реализуется программа ремонта подъездов. В ней участвуют все управляющие компании, которые имеют право на бюджетное софинансирование этой работы. Программа тоже большое подспорье жилищникам в их работе. И, разумеется, благо для жителей. Многие управляющие компании сейчас, после того, мы производим их масштабное переголосование. Начинают поворачиваться лицом к жителям. Они смотрят в сторону прибыли. Они начинают смотреть в сторону уже улучшения качества обслуживания квартирных домов. Для нас это тоже очень важно. Спасибо жителям, которые понимают, что все перемены необратимы. И дальше они будут проходить в главном порядке. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».